Привет, Интернет! С вами Андрей из Австралии. И сегодня мы поговорим об относительности цен. Если вы думаете, что две, три, а даже и четыре тысячи в Сидне за дом в месяц это много, то вы еще не слышали про Гонконг. Недавно встретился на тренировке с одним парнем, он переехал из Гонконга сюда, он работал на банк из четверки, большой четверки. В общем, он рассказал мне, что переехал он сюда и здесь, он работает сейчас на футболицу и получает меньше денег. То есть я спросил его, смысл там было переезжать в Гонконге вроде как и налоги меньше, вот, и денег больше получаешь. Ну да, денег больше получаешь, но уровень жизни там, скажем так себе, не очень. И люди тоже, говорит, не очень. Но как бы не только в вашем этом дело проблема. Проблема в том, что он сказал, он за десяти метровую квартиру с кухней там совсем, все в этих десяти метрах, он платил восемнадцать тысяч гонконгских долларов, что приблизительно четыре тысячи долларов. Вот. Ну вот и думаете, дешево это или не дешево. Причем он сказал, что, когда его люди спрашивали из его банка, сколько он платит за квартиру, он сказал там на эту цену, да, восемнадцать тысяч. И он говорит, блин, тебе так повезло. Обычно, говорят, цены в районе тридцати тысяч. То есть, грубо говоря, семь-восемь тысяч долларов вы платите за вот эту собачью конуру. Причем он сказал, что, он говорит, я таких денег даже не зарабатываю. Очень прикол. Вот. То есть, там есть куча народу, которые зарабатывают три тысячи долларов и они живут хуже бомжов, в принципе. То есть, три тысячи долларов, это еще хуже собачьей конуре, в которой он живет. То есть, им надо и есть, и семи кормить. То есть, можете представить семи. То есть, все эти цены, это все относительное благополучие. То есть, я помню, когда я живу в Германии, возле 10 долларов, да, много людей из Мюнхена, ну, или Баварии, переезжали в нашу землю, потому что за те деньги, что там можно было снимать однокомнатную квартиру, ну, около 10 долларов, они могли снимать трехкомнатную. Причем, однокомнатную там, в Баварии, я не знаю, там, еще добираться до города надо было минут сорок на электричке. Вот. А зарплата там не намного-то больше, на самом деле, в этой Баварии. Ну, допустим, плюс 5 тысяч или 10 тысяч. И, по сути дела, вся эта вот рента, она сжирает весь ваш доход. Вот. То есть, вы вроде как переезжаете землю, где меньше зарабатываете, да, но у вас больше остается. Также, в принципе, здесь в Австралии, наверное, я не знаю по этому поводу, но, насколько я слышал, тот же самый Брисбен, там меньше зарплаты, но, когда вы платите за квартиру, к примеру, 250-350 долларов вместо, ну, в неделе, вместо 500-800, то это уже, как бы, хорошо считается, да. Ну, вот так вот. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. А пока что пока. Подписывайтесь на видео.